Московские старости Здравствуйте! Сегодня на нашем календаре 21 апреля 1922 года. Газета «Правда» заключение русско-германского мирного договора усилило враждебное отношение французского империализма к советской России. В центре тяжести борьбы на Генуэзской конференции по-прежнему лондонские требования, предъявленные России. В этом вопросе с нашей стороны уступок быть не может. На распродажу России мы не пойдем. Газета «Последние новости Париж». Из авторитетных источников на Генуэзской конференции сообщают, Москва готова признать довоенные долги при условии предоставления России кредитов и признания за нею права на возмещение убытков, причиненных союзной интервенцией. Требование союзников о вознаграждении иностранных граждан за ущерб, причиненный им национализации их имуществ, категорически отклоняется, так как такое требование противоречит суверенитету советской власти. В ЦИК после переговоров с представителями патриарха Тихона согласился включить в правительственную комиссию по изъятию церковных ценностей, уполномоченных от приходов и епархиальных советов. Газета «Власть труда Иркутск» – оперативная сводка главного штаба Народно-революционной армии Дальневосточной Республики. Не входя в соприкосновение с наступающими японскими войсками, части Народно-революционной армии оставили Тихмежево и Троицко-Николаевский монастырь и отошли на станцию Уссури. Оставленные пункты заняты японцами. Газета «Гудок». Бывший атаман Семенов арестован и заключен в Нью-Йоркскую тюрьму по обвинению в ограблении американских граждан в Сибири. Когда Семенова ввезли в тюрьму, собравшаяся толпа народа устроила ему враждебную демонстрацию. Многие американские офицеры, включая генерала Гресса и полковника Парроу, дали показания о зверствах Семенова в Забайкалье. Газета «Известия. Москва». 18 апреля в Брянском переулке на проходившего гражданина Монахова напали двое вооруженных, которые сняли с него пальто и скрылись. Мур задержал граждан Коробова и Забродина, в лице которых потерпевший признал ограбивших его. При обыске у Коробова отобрана винтовка и два штыка. Газета «Руль Берлин» близ Самары был убит и съеден голодающими представитель американской организации помощи. Об этом писали газеты 21 апреля 1922 года. Подписывайтесь на наш канал, вопросы задавайте в комментариях. Московские старости 100 лет тому назад